Что сейчас происходит в регионе узнаем вместе в студии Артемий Заварзин. Добрый день. Безопасность ребенка это прежде всего ответственность родителей. С начала июля в регионе зарегистрировано несколько случаев падения детей из окон. Так 12 июля в Котласе произошел вопиющий случай. Трехлетний малыш выпал из окна квартиры. Родители не досмотрели. Ребенок получил многочисленные ушибы и ссадины. К счастью, обошлось без серьезных травм. Известно было, что он выпал из квартиры, из окна третьего этажа, упал на москитной сетке. То есть было открыто окно, по всей видимости, была москитная сетка, а ребенок на нее оперся и выпал. Упал на газон. Был доставлен к нам в приемное отделение бригады скорой помощи. Такой случай далеко не единственный. Так, 8 июля в Коряжме из окна пятого этажа выпал трехлетний мальчик. Ребенок выжил, но получил множество травм. А 13 июля поступило сообщение о падении малыша в Приморском районе. Во всех случаях дети находились одни в помещениях с открытыми окнами. Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой надлежащим образом следить за своими детьми. Ни в коем случае не оставлять их без присмотра, даже на короткое время. Сейчас на Водвинск там по программе капремонта приведут в порядок 23 многоквартирных дома. В 17 отремонтируют кровлю. На некоторых объектах работы уже завершены. Там побывала комиссия, которая оценила качество ремонтов. У старого дома новая крыша. Капитально отремонтирована кровля по адресу Советов 11. Дом 1965 года постройки. Больше, чем за полвека прежняя крыша совсем пришла в негодность и доставляла немало хлопот, особенно жителям верхних этажей. Оплатили это дело. А потом мне пришлось потолок делать натяжную, а потом сказали, все равно будет протекать, пока не будет капитального ремонта крыши. 12 лет живу. Крышу никогда не ремонтировали. Обещались все время. Вот сейчас сделали. Крышу не просто починили. Здесь полностью заменили старые конструкции. Кровлю сделали из более современных материалов. Ремонт длился полтора месяца. Насколько я знаю, здесь было все заменено с утеплением, с ремонтом стяжки, ковер в несколько слоев и утеплитель. По ремонту кровли все работы предусмотрены смертным расчетом, произведены и на данный момент комиссия приняла в полном объеме. Новодвинс включился в программу капитального ремонта в 2015 году. И, к сожалению, со временем на уже отремонтированных объектах выявляются дефекты. По всем нарушениям проверки проводит региональный фонд капремонта. У нас выявлены замечания по капитальному ремонту фасада дома номер 27, корпус 1 по улице Ворошилова были выданы замечания. По капитальному ремонту крыши дома номер 28 по улице 50-летия октября, по ремонту фасада номер 29 и 30 по улице 50-летия октября. Все эти замечания мы направляем в фонд, а фонд, соответственно, ведет претензионную работу с подрядчиками. По закону, выполненный капремонт имеет гарантию – пять лет. И пока срок не истечет, подрядчик обязан за свой счет устранить все нарушения. Теперь в Плесецкий район мой коллега Алексей Шемякин встретился с человеком, снявшимся в главной роли в фильме Андрея Кончаловского «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына. Жизнь нашего земляка после съемок круто изменилась. И, кстати, Трепицын уже не почтальон. Посмотришь на этого простого мужика и не подумаешь, что перед тобой звезда мирового кинематографа. У Алексея Трепицына в жизни все происходит неожиданно. Случайно родился, он четвертый сын в семье, а мама хотела дочку. Предложение сняться в кино – тоже как снег среди лета. Опять же, случай свел с будущей женой, снимались вместе в фильме. Звездой себя Алексей Трепицын так и не почувствовал. Слава сама его нашла. Ну, первое время интересно было. Там, особенно, если куда-нибудь в район, в область поедешь, там в магазинах начинают узнавать. Незнакомые там, да, это, как бы, непривычно. А что говорили, что вот артист идет или еще что-нибудь. Какой артист? Засветился просто в леху. И такой засвет разделил жизнь Трепицына на до и после. Кто-то поздравлял, кто-то завидовал, а кто и недоумевал, как простой почтальон смог сняться в кино. Трепицын шутит. Легче дрова колоть и траву косить, чем дубль за дублем повторять одно и то же. Один раз даже хотелось бросить все, надоело сниматься, но не мог подвести самого Кончаловского и не пожалел об этом. Симка, привет! Привет! Сам вот как он, вот как с вами, так вот интересно с ним разговаривать. Кончаловский. Да, 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 с Кончаловским. Он по всем, по всем направлениям там. Если там, об кино, на какое-то понятно, что он тут мэтр кино, а в других-то треслях, там же кровь не пас, там прошедшкое хозяйство кубекает. Там где-то там, вот там ягод в Голландии был, там так-то тут. Вот такие дела. Ну, такой башковетый уже. Интересно. Кончаловский же пообещал Трепицыну. Если тот станет депутатом, а Колобок – еще один герой фильма руководителем банка, то именитый режиссер обязательно снимет и вторую серию. Впрочем, сам Алексей считает себя разовым артистом и больше сниматься не намерен. Единственная роль в фильме стала в жизни Трепицына судьбоносной. По сценарию он был влюблен в женщину, которая уже после съемок стала женой в реальности. Тут тоже ощущение, тут тоже из-за кино, тут из-за кино, наверное, тоже. Ну, не знаю, так получилось. Как раз после фильма, поэтому или так получается, или ощущение обстоятельств. Что мы друг друга давно знаем. У нее, убийца, муж погиб. Год прошел, разговаривали, разговаривали, а потом решили пожениться. Ну, как бы ей тоже надо помогать трое детей. Вроде нормально все живем. Еще сцена фильма, когда у Трепицына украли подвесной лодочный мотор. Он бросает работу почтальона, деревню и переезжает в город. В реальной жизни Алексей также переехал из своей деревни в Вершинино, центр Плесецкого сектора Кинозерского парка. Теперь работает начальником местной пожарной части. Но если фанфары, киносъемки и премьеры могут остаться в прошлом, то малая родина, деревня Косицыно, что в 10 километрах по воде, никогда. Ее Трепицын не забывает и постоянно туда возвращается. Правда, почему, и сам объяснить не может. Алексей Шемякин, Евгений Зыков, Кинозерский национальный парк, Плесецкий район. А в поселке Рочек, да это Виноградовский район, открылся музей. Новый, единственный и выстраданный. Материалы для экспозиции собирались непросто, поиски подходящего места тоже были нелегки. Но сегодня экскурсии в Рочегодском музее уже проводятся. Этот памятник был открыт в Рочек где два года назад, в честь участников Великой Отечественной войны. Событие сподвигло рычегодцев на еще один шаг – создание собственного музея. Там, где раньше располагалась аптека, сегодня можно получить лишь одно лекарство – от забвения и незнания своей истории. Небольшое помещение ремонтировали всем поселком, покупали обои, клей, краску. В течение года, конечно, трудились очень долго, до 10 часов вечера, небольшая у нас группа была. В общем, мы все делали. Инициативные рычегодцы жалели, что не успели открыть музей к 9 мая, хотя выставка, посвященная землякам, участникам войны, была готова. В планах дополнить ее материалами о леспромхозе, который был открыт в Рочегде как раз военное время. Леспромхоз открылся как раз в 42-м году. Нужна была продукция фронту, и поэтому заказы-то были серьезные. Это были спецассортименты, так называемые, это авиафанера, это оружейная болванка. Готовит в музей и еще одну выставку, посвященную известному штангисту, двукратному олимпийскому чемпиону Василию Алексееву, который детские годы провел в Рочегде. Кроме того, в поселке сегодня активно готовятся к традиционным Алексеевским гуляниям. Приглашены у нас творческие коллективы со всего района Виноградовского, приглашены спортсмены, штангисты с Архангельска-Северодвинска. Сейчас у нас, значит, объявлен конкурс на стихи, частушки, посвященные Алексееву, Алексеевским гуляниям, и на кулинарный шедев, что ли, вот так вот, можно сказать, посвященный тоже Алексееву. Это торты, пироги с изюминкой какой-нибудь. В программе Алексеевских гуляний также честование самых активных жителей поселка. И, конечно, соревнования, в которых примут участие и рычагодцы, и приглашенные спортсмены. Торжества начнутся 30 июля. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Виноградовский район. Такой флешмоб в Архангельске прошел впервые. Полтора часа участники акции гуляли по городу и танцевали под музыку в наушниках. Такие прогулки давно в моде. Пританцовывая, ходят в Москве и Санкт-Петербурге, Киеве и Ижевске, Харькове и Уфе. В Архангельске из мельчаков набралось всего 10 человек. Здесь можно самовыражаться, здесь можно выйти немножко за рамки этих требований. И это не противопоставление городу. Это скорее создать свободное пространство в существующих рамках. Поэтому мы не слушаем музыку громко. Зато подпевают с удовольствием. Принцип флешмоба простой. В группе в соцсетях организаторы выкладывают плейлист, указывают время и место сбора. На этот раз все началось у Дворца спорта. Затем прошлись по Чумбаровке, Петровскому парку и набережной. Очень интересный опыт. Обычно ты идешь в наушниках, просто слушаешь музыку. А тут ты танцуешь, ты выплескиваешь свои эмоции. И при этом с тобой единомышленники, и ты не стесняешься остальных. Первый опыт показал, движение «Дэнс Волкинг» обязательно приживется в столице Поморья. Творческих людей у нас много. Осталось только собрать их всех в одно время, в одном месте. Вадим Филосеев, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. Мы продолжим знакомить вас с новостями региона в 16 часов. До встречи.